Книга «Куркутата» – наследие, имеющее исторические корни со многими племенами тюркских народов. Литературный памятник оставлены предками. До этого в 2016 году в Кыргызском национальном драматическом театре была поставлена работа журналиста и драматурга Кайрата Иманалиева «Куркут». И вот на сцене вновь появились эти эпизоды. Я обратился в организацию «Тюрксой» в 2015-2016 годах с целью прославить эту легендарную личность – кыргызскому народу. В 2016 году в этом театре был поставлен спектакль «Куркутата». Этим спектаклем заинтересовался и кархалпахский народ. Они перевели и вот сегодня поставили спектакль на своем языке. Кархалпахский театр сам по себе очень профессиональный. У них получилось очень хорошо. Поставил его молодой режиссер, работа которого мне очень понравилась. Да и актеры справились со своей задачей на ура. Актерский ансамбль прибыл в Кыргызстан два дня назад. Главный герой – сотрудник Кархалпахского государственного академического музыкального театра, создавший образ «Куркутаты», поделился своими ощущениями в образе. На этом спектакле я воплотил роль молодого Куркута. Честно признаться, я немного волнуюсь. Главное отличие этой роли от всех ролей, которых мне приходилось ранее воплощать, это то, что здесь очень мало слов, а действий физических и мимик много. То есть было сложнее без слов показывать его жизнь, его состояние. Было очень сложно, но результат все-таки есть. Сейчас мы в гостях в Кыргызстане и ставим спектакль, над которым мы долго упорно трудились. Не менее сложным было воплотить роль матери Куркутаты. Актриса, как она сама, призналась, вкладывала в каждое свое слово много сил и энергии. И по ее словам, кыргызстанцы это оценили. Несмотря на то, что спектакль был поставлен на Кархалпахском, все было ясно. Благодаря схожести языков зрители проникли атмосферой, которую давали актеры. Я безумно рада, что мы ставим этот замечательный спектакль именно здесь, в братском Кыргызстане. Ведь говорят же, что разница между нами только в том, что вы носите белые колпаки, а мы черные. И я почувствовала здесь себя как дома. Все благодаря кыргызскому народу, который встретил нас как родных, благодаря схожести культур и традиции. И, наконец, выступая на сцене, мы видели, как каждый зритель здесь понимает каракалпакский как свой язык. И это здорово. Режиссура высокого уровня, музыкальное сопровождение и оформление сцены – все это нашло отклик у зрителей и сопровождалось аплодисментами. Это представление, отражающее основную философию и историю ее зарождения, еще больше укрепляет культуру и подтверждает дружбу двух стран.